друзья ну что ж всем доброго времени суток здравствуйте 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 уважаемая аудитория привет андрей вегеринский добрый вечер друзья добрый вечер василий да как всегда всех приветствую на канале опасного это наша ежепонедельничная рубрика которая называется привет андрей да это да это она и это как всегда интересно потому что темы у нас сегодня друзья мы ну вот прям вот прям занимательные и попсовые и серьезные и устрашающие и отрезвляющие очень очень разные вот будем это все разбирать сегодня в целом мы поговорим с вами кто приклеил ухо в кабинете главкома зеленского о чем вчера как бы шумели все средства массовой информации поговорим окажется про нашу экономику потому что вы украинцы это не смысле я хочу сказать что вы украинцы а в те слишком много тратим много мы тратим денег слишком много и хотят ограничить этот процесс потому что ну ну доколе это можно делать вот почему-то министр решил так сказать поговорим о рейтингах доверия есть интересный как бы так скажем так интересная информация поступила нам от комиссии который проверил как украинцы доверяют средства массовой информации церквям политикам верховной ради президенту полиции в общем поговорим об этих цифрах цифры некоторых местах очень 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 интересные вот и несколько других еще новостей которые сегодня будоражат скажем так информационное пространство в нашей стране друзья вот поэтому усаживаемся поудобнее как всегда приветствуем всех на канале опасно поэтому давайте берите свои напитки на едки готовьте ставить лайк писать комментарии в общем выпуск будет содержательный и советую его досмотреть ребят до конца отдельно хочу благодарность тем людям которые оформляют платную подписку на наш канал это стоит недорого но это очень сильно мотивирует нас потому что мы видим благодарность за то что мы делаем а также хотелось бы сказать спасибо всем кто подписывается на канал и несмотря на то что все равно львиная доля людей систематически но без подписки смотрит наше видео мы медленно но уверенно приближаемся к цифре 100 тысяч подписчиков к новому году очень надеемся что у нас это получится давайте кто-то не ленитесь кто не подписан до сих пор ставьте подписаться и и короче и это будет очень приятно и так тем более мы приближаемся к 100 тысячам друзья и движемся благодаря вам собственно неплохой динамики мы же можете вы же можете ускорить этот процесс и собственно говоря сделать нам подарок на новый год но почему нет приятно и не забываем не забываем подписываться на наш дружественный канал легист вот где вот этот вот лучший человек является да ну что не будем долго рассусоливать все уже заняты все уже ждут и начать андрей хочется мне с новости о том что в кабинете главкома была обнаружена прослушка прочитал я эту новость думаю с одной стороны нифига себе ну ну как бы ну не рядовой человек да нельзя конечно сказать что первый человек государстве да или там ну второй наверное тоже как-то непонятно но человек один из нескольких людей от которых зависит в принципе можно сказать наверное и будущее на сегодняшний день нашей страны потому что он отвечает защиту нашей страны за помимо обороны как бы из-за много других моментов каких-то связанных с вооруженными силами украины доверия главкому мы об этом кстати поговорим ближе к концу нашего выпуска уже согласно на рейтинге максимально высокая это неудивительно это понятно не будем это долго объяснять и вот этого человека кто-то решил прослушивать я знаешь я вот мы с тобой давай не будем ничего скрывать от нашей аудитории мы вообще ничего не скрываем от аудитории а теперь и вообще не будем мы с тобой как бы двумя словами перекинулись по этому поводу еще вчера появилась эта новость и мне сказал что ничего такого глобального не будет я сначала внутри себя повозмущался а потом начинаю вспоминать у кого же находили у нас когда прослушку и оказывается то на самом деле у нас прослушку в кабинетах находили у помощников главных прокуроров еще прилуценко у нас находили прослушку в кабинете главы государственного бюро расследования романа трубы не нашли я помню этих людей а их стоило бы найти и выписать им какую-то даже может быть премию за это потому что слушать романа трубу это еще то было удовольствие вот есть люди реально могли бы пострадать вот от этой информации у нас находили прослушку кабинете холодницкого в аквариуме в аквариуме помните там карасик такой с микрофоном был вот да рыбка нема короче была на самом деле не рыбкой она была агентом агент нема почему тогда не назвали выкрывать коррупции нема да и в принципе еще много у кого у кличка находили в кабинетах у даже у президента зеленского предвыборном штабе если ты помнишь тоже была новость находили прослушку в общем слушают все всех везде и всюду такое появляется ощущение только единственный момент я не помню чтобы нашли кого-то их назначали всегда вот этих людей которые прослушивают их всегда не людей даже а какую-то воду воду в ту сторону знаешь это они это агенты кремля это агенты там еще кого-то это там враги бизнес и кто угодно но никогда не находили что ты думаешь по этому поводу прослушки это да не рядовой в принципе события стоит обсудить не так это то событие которое два дня создает какой-то ветер по большому счету но ветер она создает от зависимости от того какой ветер создается она отчасти отражает часть общественных настроений причем ну как бы версии же нет фактических данных нет на старте на старте появление подобной информации но общество уже домыслило том направлении которым она собственно говоря видит угрозу или угрозу возможной установки соответствующих прослушивающих устройств в кабинете главкома это ретроспективный анализ того что вчера творилось соц сетях и первая версия доминирующая версия хотя мы действительно находимся с тобой условиях войны ну страна находится условиях войны и как бы вроде бы логично предположить что наш враг воюет на разных фронтах не просто я имел вчера возможность готовить ситуацию комментировать и я говорю что как бы ну надо же понимать что если у нас ложится киевстар гибератаки если у нас агентурная сеть российских скажем агентов и других лиц за границей то не стоит отбрасывать момент который связан с тем что это действительно могла бы быть как бы одна из частей получения военной разведки российской федерации информации о планах и операциях украинских вооруженных сил ну это это самое логичное самое последовательное с точки зрения должности с точки зрения среды в которой мы обитаем событий которые происходят которая должна быть на поверхность но нихрена подобного тут все эти и телеграм-каналы с первой ну как бы привязкой к подобной новости дальше пошла тема которая имела исключительно внутриполитический окрас кто мог прослушивать главкома может быть это были люди с офиса президента может быть это гур работающий под министерством обороны который не подчиняется собственно говоря главкомы и только он по заданию грубо говоря офиса мог это сделать то есть самая очевидная версия которая в принципе может быть обоснована какими-то рисками не политического характера да конспирологического давления конфликтов между политической элитой а непосредственной угрозой она была уже вторичной первичной было это то что это точно зеленский условно люди зеленского хотят понять чем занимается главком может он там действительно политическую карьеру себе затеял о а там же еще увольнение и дальше ну то есть подвязывали новости из прошлого под это сообщение для того чтобы создать в голове у зрителя как бы такую надеянную свою якобы идею якобы свою самая страшная идея это та которая тебе кажется что у нас своя но она на самом деле далеко не твоя так работает пропаганда и она была доминирующей потом я комментировал это исходя из собственно говоря рода угроз ну и интересы для врага ну и собственно говоря для того чтобы официальные версии официальные версии которая будет принята ну как бы всеми правоохранительными органами звучало убедительно и отбрасывало все внутренние противоречия она должна ну скажем апеллировать к внешнему врагу потому что если закапываться и вчера я почти начинал выкапываться в эту историю смотрите надо же понять кто имеет доступ кабинет не один несколько точек он об этом говорил то есть одно место это место где непосредственно операции планируется другое это место для публичных встреч с волонтерами журналистами и всеми остальными кто имел доступа не обыскивается смотрят ну короче это весь сложный процесс который нужно восстановить во времени и понять ну и как бы таким образом в принципе выйти на тех людей которые имели доступ кабинет но тогда мы еще не знали то что узнали сегодня и поэтому я тебе вчера когда мы чтобы эту тему обсуждали пишу она по идее ну как бы потухнет то удушится эта новость но ближе к концу дня или к середине дня тогда когда как бы все озвучат свои версии ну и напряжение или накал он сойдет на нет на итоге заложенный заложенный озвучил мою версию не мою а ну который услышал во время эфира говорит как бы ну на что списывать война ну нормально адекватно никаких политических типа закидонов но хорошо звучало то что подумал иногда бывают разные вещи но то что подумал конечно они важно что он подумал важно то что его ответ он условно является правильным с точки зрения коммуникации с общим у меня нет врагов политической элите страны или как бы с точки зрения руководства государства он же об этом никогда публично особо таки не высказывался не говорил поэтому на кого ему решили но только на агрессор тут он поступил правильно он внес ясность ну то есть опять же журналисты не до конца не до конца углубились в подобного характера ситуацию но он сразу ясность сказал типа смотрите кабинет готовился к тому что я там буду том кабинете но я там грубо говоря не был поэтому там особо вытоков информации быть не может есть еще одно уточнение такое вот она наш кольц проходит по сми и нуждается и ставит чуть-чуть под сомнение как бы вот эту всю версию которую последующем озвучил господин лещенко сейчас я его в конце озвучу версию лещенко но один момент это то что подобные устройства нашли в кабинетах еще какого-то из окружения заложен такие новости были сегодня в течение дня тут уже как бы не один один пункт а сразу несколько пунктов да то есть приближен у приближенных людей в том числе вот это мы просто фиксируем на это пока ответов нет и тут выходит кто бы мог подумать человек который не просто так в офисе президента но глубоко уважаемый и любимый нами всеми лещенко не подаляк никакой ну не служба безопасность лещенко сми вы все что-то себе придумали по самом деле а на самом деле она все иначе ну просто вот тут обвинять не не стоит потому что при отсутствии фактической информации ты немножко домысливая а то что ты господин лещенко владеешь информации допустим первоисточника которым является орган расследования сбу и это не значит что ты умный это значит что просто ты пишешь то что тебе дали ту информацию которую не дали никому другому это не особенности твои твоего интеллекта либо твоего там особенного мышления для того чтобы вот эта позиция я сильно умный а вы все глупые она не звучала как директива надо как бы внимательнее подбирать слова в том числе коллегам по цеху тот цех который ты еще вполне возможно захочешь вернуться может быть на тебя не примут ну ладно то дело такое или примут и он говорил короче устройство то было ну грубо говоря микрофон был но в нем не было ни передатчика ни источника питания для передатчика ни средств передачи данных ну грубо говоря там вай фай антенна типа либо 3g антенна которая позволяла бы типа ретранслировать ну и плюс раз не было источника питания то он не мог ретранслировать ничего вывод это было это вывод согласно каноничному лещенко это звукозаписывающие или звукофиксирующее устройство или устройство для снятия информации образца периода януковича лещенко знает образцы периода януковича в подобной технике почему рик здание которым его обнаружили прошли последний раз там главком был год назад и потом она перестала использоваться как здание так его офис и вот почему-то он решил там сейчас вернуться а вообще здание было в частной собственности частной собственности им управляли по своему усмотрению а потом она вернулась государственную собственность поэтому ну типа вот если там были жучки то это жучки либо частных предприятий либо кто-то еще во времена януковича их туда поставил но и просто не обслуживал забыли технику сняли бросили не знаем какого года постройки это здания потому что но весьма вероятно что это может быть сталинка если это не то центр и вот то возможно это устройство осталось еще после сталина вот феликс и феликс и дмундович еще после хрущева получается ну то есть в логике лещенко но все работает таким образом это еще место установки майора мельниченко в былые времена кучмы он прежде чем руку набить на диктофоны под диванчиками то он короче занимался установкой подобных средств снятия информации в обычных зданиях вот собственно говоря почему лещенко версия именно такая она снимает напряжение с общественно должна снимать и от нее будет отталкиваться от базисной и объяснять это скорее всего так ну если ума хватит она снимает момент связанный с утечкой информации ну которая могла быть если устройство было бы действительным она снимает момент связанный с политической причастностью кого-то внутри страны подобным действием потому что что там янукович и короче все это старое издание не наше и вообще типа ну хрен поймешь когда это было то есть внутрянки нет внутреннего конфликта нет утечки информации тоже нет угрозы тоже никакой нет и вообще вся эта шумиха за целый день она выеденного яйца не стоит потому что кто его знает что у вас в кабинете в подвесном потолке может там тоже какие-то стоят техники грубо говоря установлены до того как вы переехали в этот офис когда вы днем сидел ну не знаю ну допустим арбузов сидишь в бывшем кабинете арбуза но и здесь вот с каждой стены короче по микрофону а ты ни разу не проверил ну вот не знал прочитать нашу он там сидел в общем такая себе версия она оставляет незакрытым вопрос того что год назад когда главком там был все-таки кабинет не проверили и не выявили либо все-таки кто-то установил его течение вот этого года между тем как главком был или не был плюс эта версия не снимает вопрос с кабинетами помощник значит по кабинетам помощников ответ будет устройство то же самое поэтому скорее всего что за сверливались под старые под старый офис кого-то из регионалов которых больше нет потому пишите смотрите версию а она одинаковая и для помощников но вот единственный вопрос который остается открытым хотя объяснение слабое но она как бы универсальное она в их логике я понимаю просто как грубо говоря версия выстраивалась она она вроде закрывает все дыры типа и тут и тут и тут и у нас вообще все хорошо и утечет вот собственно вот и все события но полное ощущение происходящего что она выглядит где-то так зашли люди в кабинет увидели ухом на стене ухо они ухо взяли это и пошли подошли к марьяне безумной прислонили так смотрят ее ухо потому что она фотографируется всегда только одно ухо поторвало вдруг это ее второе ухо там кабинете не подходит после дальше там подходит вот подошло оно к периоду януковича вот и ну чё же мы получились периода януковича то есть признать сам факт того что это могло случиться недавно но кажется странным объяснять людям о том что не проводилась проверка ранее в этом помещении где есть галком что я ну где был галком что мне кажется абсолютно невозможным вообще ну то есть это наверно первое действие вообще про которое производится и так и так и выявили проверки кабинета объясним очень коротко очень коротко нашим гражданам что даже в мирное время в мирное абсолютно время например если вдруг премьер-министр например министр не всегда вот президентом или кто-то приезжал какое-то помещение которое было скажем так не не предрасположено заранее для того чтобы принимать людей на таком уровне туда сначала приезжает охрана которая исследует периметр смотрят все помещение очень часто проверяет его на прослушку а потом туда приходит президент например для того чтобы там провести с кем-то разговор переговоры или еще что то то есть это все происходит очень быстро до момента это все отработан этот алгоритм я это не единожды наблюдал даже когда там такие лица как президент приезжали например на телеканал как это происходит и так далее то есть это все очень непросто но по определенному алгоритму работает допустить вариант того что просто забыли понимаешь то есть они думали что это элемент декора это ухо но вряд ли во вторых почему-то никто не задается вопросом а что значит там какое-то было прослушивающее устройство но там не было элементы передачи данных элементы питания там проводов ничего никуда не шло никакой антенки а что там висело то микрофон 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 на шнурке висит они думали подернуть чтобы вентилятор крутился это микрофон не ну на самом деле как бы с технической точки зрения действительно ну как бы и заживлять можно либо постоянным источником энергии но но это отдельная ситуация либо ты ставишь к определенные аккумуляторы в силу того что тебе приходится как бы его обслуживать да тут есть сложности с проникновением постоянным как бы контролем ну в общем тут есть типа отдельные моменты связаны с оперативно технической работой есть еще один момент на который мне кажется стоит обратить внимание это не то чтобы слив прессу но подобного характера информационные сообщения могут не становиться достоянием общественность мы наверное предполагаем том что в киеве ну не предполагаем мы знаем что киеве достаточно расстоятельных людей бизнесменов влиятельных политиков которые системно но обеспокоены своей безопасностью и проверяют свои кабинеты машины офисы и тогда и иногда что-то находит розетки находят в розетках что-то находят еще где-то что-то находят но как бы новости об этом стараются не писать и то же самое касается в принципе наших чиновников условиях войны надо же выбирать какая информация может быть достоянием общественности какая нет и кто первоисточник подобного сообщения ну давай еще скажем что есть еще одна один вариант не хочет при варианте не хочется конечно верить но на всякий случай чтобы быть уже максимально честно то его стоит озвучить потому что прослушку в сми могли найти а прослушки и не было но ее подтвердили информацию подтвердили хорошо что ее подтвердили да ну то есть это все равно же никто не видел и проверить не может поэтому мы верим той информации которая существует сми но на всякий случай эти версии тоже стоит как бы обдумывать я хочу чтобы кстати я я я я я я чуть другому просто тебя подводил что то служба которая выявила но это люди которым точно доверяют группу ну то есть об этом тоже стоит думать что глобком у нас конечно не но он святой человек по рейтингам да но в окружении есть наверное и правильные технологи которые могут правильно подсоветовать что сделать с той или иной информацией ли с теми событиями потому что те кто нашли выявили первым кому они должны ну вряд ли они в страну и позвонили сказали свет привет слушаем и тут нашли давай напечатай пожалуйста мы еще пока ему не говорили да значит ну вот этот алгоритм действий выявили доложили и дальше есть момент связанный с утечкой информации в средства массовой информации либо типа говорят окей можно об этом сообщить в сми но через через кого-то блок пост как у кого-то из ближних людей а можно об этом не сообщать выявили да ну хорошо все завтра поедем просто другой кабинет и там будем встречать выводы нет события а какие выводы а тут мы вспоминаем тех пять минут первых которых которых мы с тобой обсуждали какие какой ассоциативный ряд выстраивался вследствие этого появление этого информационного сообщения вот и все поэтому не стоит думать что в игру связанную там с давлением или контр давлением ну вернее в игру с давлением играет только одна сторона контр сторона тоже умеет подыгрывать этой ситуации сто процентов кстати пускай наши зрители сейчас напишут только давайте отнеситесь к этому пожалуйста серьезно мы берем с вами факт того что прослушка действительно была то есть как ну вернее берем эту информацию как факт то есть прослушка была прослушка была обнаружена и даже неважно функционировала она и не функционировала говорил кто-то в кабинете при ней или не говорил скажите пожалуйста по вашему мнению откуда она могла взяться кто мог прослушивать у кого есть возможность установить это внутренние какие-то силы это вражеские какие-то силы то есть извне за украины это партнерские какие-то силы которые могли там с другой стороны из-за границы прослушивать вот напишите пожалуйста свою версию если она действительно как бы вот существует кто это мог сделать это достаточно интересно по внутренним ощущениям да не все инвестигейтерс да ну как не все не информацию вы получили интересно как вы видите и как вы ее воспринимаете ну что дальше по этой теме я не вижу смысла как-то разъезжаться потому что скорее всего она закончится абсолютно ничем вот эта информация просто потеряется и останется заголовками новостей вот хотя возможно если там где-то найдут все-таки ниточку потянут 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 и все-таки это марьяна безумно ну есть есть один правильный если кого-то в памяти что то останется вывод из этой ситуации которые тоже обращают людей в прошлое в течение двух лет это работа разведки другой страны связаны с получением информации либо вытоками информации на утечка информации из утечки на которая могла иметь место в течение военной кампании если как связано с обороной так связанные с наступательной операции то наш враг точно так же как наш буданов владеет информацией обо всем кремле буданов почти сам там засверливался я уверен просто в каждый портрет и в каждую стату так так против нас работают и спецслужбы и разведывательные службы другой стран и я думаю что со временем как бы есть вероятность того что мы узнаем о привлеченных лицах из военного командования и политического командования по которым уже к тому моменту будет приговора ну не те которые публичные там как кого задерживали мордой в асфальт положили но сейчас эта информация купируется всего объективных обстоятельств потому что первые эмоциональный порыв любого человека господа як цих зрадники допустил эту службу вот таких настроений пытаются два года избегать да это надо тоже как бы понимать но и мыслить подобной характерной категории что как коварные спецслужбы в части технических средств а елки в шоке на ты помнишь ситуация какая была у него ты его там то ли кабинет прослушивали то ли короче какие-то магнитные волны снимали с кабинета а потом кабинет или окно прострелили по и помню было что-то такое короче еще добавил добавил давай следующий я был кабинете шокина раз ты вспомнил сразу после этого покурить зашелся да нет я тогда приехал но мне интересно было была возможность поехать на съемку и я в общем поехал туда на съемку как журналист там было очень во первых первых там в лифте застрялись журналисты один плюс один и шокин и матиас который проводил это журналистам весь этот ликбез долго не мог объяснить начать объяснять эту ситуацию потому что журналисты 1 1 сидели в лифте это было очень смешно там вырвался они там у них там нарванная такая барышня была я не помню там много у них нарванных на трусах были они считали что они плюсы остальные все никто вот это мало изменилось я там села в лифте а вы тут без меня ну короче ну я помню всю эту историю про тепловизор анатолий васильевич дал туда жазу ну ладно давай дальше двигаемся дальше мы как оказалось как оказалось внезапно наверное для многих украинцев ребята вы пожалуйста сейчас внимательно относитесь вы слишком до хера тратите денег слишком много но это не ваша вина ну практически не ваша это государство не доработало и ваша наверное тоже да значит наш министр финансов мы сейчас разберемся как бы с этой информацией заявил некоторые очень интересные вещи хочется получить фидбэк от вас в комментариях что вы думаете по этому поводу это прямо обязательно потому что украинцам как оказалось нужно в несколько раз снизить потребление чтобы страна могла перейти на военные рельсы то есть вернемся вернемся к этому заголовку давайте все таки цитату я сначала прочитаю в этом заявил министр финансов мальченко и сказал буквально следующее скажу как министр финансов но интересно бы если бы он сказал как чемпион по теннису настольному вот скажу как министр финансов что военные рельсы это не только о военной индустрии это и о понимании общества что у нас война сожалению пока мы живем в достаточно специфической реальности когда у нас все хорошо есть стабильность макроэкономическая и курсовая но эта реальность потребует коррекции если мы хотим перейти на военные рельсы это ограничение общественного потребления нам нужно снизить его в несколько раз потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги это определяет наш экономический потенциал заявил об этом господин марченко значит по его словам если не перестать покупать дорогие телефоны и автомобили вот это вот это замечательно если не перестать покупать дорогие телефоны автомобиля экономика сделает болезненные выводы очень быстро значит давай так давай вот ты сейчас будешь объяснять или данного мероприятия а я буду обычный гражданин который вот пришел с работы открыл ленту новостей прочитал это все я буду делать свои выводы а ты мне будешь объяснять давай то есть берем среднестатистического какого-то человека не там 40-50 лет который сегодня колбасился где-нибудь на производстве не знаю у него может быть какая-то строительная профессия или другая какая может быть он даже какой-нибудь клерк какой-нибудь компании менеджер по продажам и так далее неважно плюс-минус не доходя до среднего класса человек у него несколько детей которые где-то там школах пришли сопливые кто-то с насморком потому что грипп жена как лето сейчас ему пахнет и он читает вот новости и значит ему говорят что ему нужно прекратить покупать дорогие телефоны и автомобили но многие сейчас могут подумать что внутри обычного украинцы негодование потому что какого хрена обычного электрика инженера или учителя и школы ограничивают покупки элитных автомобилей или дорогих телефонов это что это такое это как то есть теперь ему нельзя менять мерседес на лексус ездить на двухгодичном мерседесе ему нельзя купить новый айфон он как лох должен ходить с тринадцатым или не побоюсь слова двенадцать про макс никаких пятнадцатых айфонов теперь ты же любишь турцию вот еще любишь турцию мы все и мы все ее когда-то любили особенно ты любишь ее за стоимость автомобилей и стоимость телефонов правильно там вообще замечательная история а почему так почему то ну как я могу ответить но тогда этот ответ будет как бы ну тобой не усвоен почему потому что такому выводу придешь не сам вот чем в турции чего у турков телефон айфон стоит там условно три тысячи долларов 3 500 ну меньше чуть если честно сейчас повысили уже на новые модели опять короче 1 к 3 там 200 да 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 мы зная пошлины правильно государство установила ты чувствуешь себя электриком мажором хочешь жить не может стать без этого айфона хочу жить не могу да а зачем она это установил и тут среднестатистический электрик и производитель завода ему придет приходится напрячься потому что придется вспоминать вещи которые называются импортозамещение где-то он это слышал я он это слышал за поребриком слышал в новостях прошлом году они занимались импортозамещением как бы они долго занимались импортозамещением в итоге перешли от импортозамещения к параллельному импорту поняв что импортозаместить они как бы все не могут а турки пошли чуть дальше они с импортозамещения шо могли заместили а там где не смогли просто влупили тебе налоги такие при которых ты бы может и хотел айфон но ты не можешь его себе позволить купить а чё чем государственный интерес но тот кто может его позволить ну значит заплатить три раза дороже и соответственно за то что ты богатый вообще социальная справедливость полный рост богатые платят больше ты хочешь iphone хочешь выпендриваться плати в три раза больше и пожалуйста выпендриваюсь нормальный подход левакам зайдет вообще отлично или страдай как все это одна составляющая где богатый все равно заплатят а другая она находится в плоскости которая ну как бы среднестатистическим гражданином она не оценивается от слова совсем это вопрос баланса товаров которые от нас едут за границу и товаров которые приезжают к нам из границы платежный баланс но вернее торговый баланс торговый баланс он соответственно формирует либо дефицит валюты на внутреннем рынке и тогда национальная валюта девальвирует либо профицит когда национальная валюта соответственно укрепляется вот сейчас у нас плюс-минус профицит но у нас профицит не за счет движения товаров а у нас за счет того что нам кредиты гранты приходят короче и так дальше и тому подобное у нас в некоторых месяцах то есть ты смотришь целом по финансовому счету который включат там и движение капитала и а у нас закрыто выведение капитала для банков то есть все что плюс-минус казалось финансов касалось выведение денег у нас под закрыли кроме импорта импорт на начале войны тоже импорт товаров тоже был закрыт почему потому что импортером согласовывали контракты под критический импорт ну при продажу валюты для того чтобы оплатить импортный контракт да ты должен был дать контракт нужен этот товар не нужен этот товар над банком или банк сидел смотрел и говорил блин ну в принципе без лоропиано можно обойтись не хотелось бы подумали не хотелось бы подумал как бы на тот момент шевченко потом пышный а потом прикинул как бы что не он один может выехать за границу и купить как бы да ну типа есть еще люди потом так хрен с ним пусть едет и для обычных людей тоже нормально тоже не все купят там грубо горя свитер за две с половиной тысячи евро я смотрю на его стиль у него такой вот хорошо сбалансированный брюнелла кучинели просто в каждом луке особенно там не кежуал знали бы наши граждане сколько она стоит машины бы им показались на самом деле такой чтобы когда чиновник выступал перед камерами он не срезал ценники беречь и так он не срезать там тут и прикол шиберок не видно ну ладно дело не в этом короче у нас ситуация следующая по товарообороту сегодня по состоянию на 11 месяцев текущего года у нас товарооборот с внешним миром 90 миллиардов долларов казалось бы ни хрена себе есть момент момент заключается я даже для себя статистику описывал момент заключается в том сколько продаем сколько покупаем значит в прошлом году мы импортировали на 40 миллиардов долларов на 40 миллиардов долларов а в этом году уже на 57 и 2 соответственно экспортировали экспортировали прошлом году на 49 миллиардов а импортировали а в этом году экспортируем на 32 то есть у нас разница между тем что заезжает и тем что от нас выезжают плюс-минус в текущих 11 месяцев 25 миллиардов долларов мы покупаем там на 25 миллиардов больше нежели отсюда продаем туда такое расстояние мы любез но тут извините часть вооружения скорее всего которую мы оплачиваем она тоже она тоже включена в эту статистику машины и устатку ваня я же не вижу все квадо как вижу видит их таможни таможни что же оформляет военную технику ну а мы видим обобщенные в этой обобщенной машины устатку ваня там тоже не будет значение то тут я почему это говорю просто для того чтобы у нас была такая справедливость подходе к этому вопросу так вот так вот скорее всего скорее всего что но если мы вообще все военную технику посчитали которые сюда заехал до то разрывы были бы больше там это вопрос касается только тех операций скорее всего которые официально проходит и по счету министерства ворон а где это ну, короче, все то, что касается официальных счетов, которые, под которые берется валюция и, соответственно, таможенное оформление. Потому что есть же товары, которые ну, иначе оплачиваются. Это тот же главное управление разведки, оно тоже, ну, понятно, что не с расчетного счета покупают необходимые вещи для проведения операций за границей. Да? То есть это тоже та часть ну, как бы жизни, которая остается вне пределов. Но для среднестатистического электрика или сотрудника завода, которым жарят котлеты, надо задуматься. А свинина в котлетах отечественная или импортная? Так. И она окажется импортной. Процентов, по-моему, то ли на 30, то ли на 40. Ну, мы импортируем свинину в нашу страну. У нас животноводничество катастрофа, поэтому как бы в часть товаров широкого потребления сало, свинина и еще отдельные. Ну, и даже плодового чева продукция, оно же, грубо говоря, превозможное. Ну, и вот то изобилие, которое мы каждый видят в магазине, а это изобилие. То есть изобилие не военного времени. И по военному времени кто-то может помнить товарные полки там где-то на рубеже марта-апреля, апреля-мая, когда не все доезжало, логистика не настроена, и ты приходишь в магазин так, типа, ну, не из 20 сортов сыра выбираешь, какой тебе купить там, 5-х сортов разнообразных мандарин выбор. Ну, то есть есть мандарин, вообще отлично, нет мандарин. Ну, я примеры привожу, то, о чем говорит Марченко. Марченко говорит о том, что часть страны действительно там, ну, и в том числе военнослужащие, да, в силу того, что они получают как окладную сотку, ну, тех, которые на передовой линии, да, да, да. Это позволяет, ну, какие-то потребности свои закрывать. А закрывается это преимущественно в силу того, что экономика слабая, ну, и не развита. Товарами импортного происхождения, то есть машины, где у нас, какие машины, чтобы все на Skoda ездят? Ну, нет, конечно. Ну, и ЗАЗ тоже не производит. Машины – импорт. Телефоны – импорт. Бытовая техника – импорт. Продукты питания – импорт. То есть у нас спектр потребления, он импортный. Об этом, об этом, на самом деле, господину Марченко стоило думать, ну, если бы он был в 19-м году министром финансов, еще, наверное, в году 19-м. И тогда, когда речь заходила о том, что диверсификация экономики, протекционизм в отношении национальных товаропроизводителей, да, позволит уменьшить зависимость от импортных товаров и защитить своего товаропроизводителя, тогда нам говорили, что это нарушает правила свободной конкуренции с ЕС. Как вы такое можете трындеть? У нас все должно ехать к нам, но в свободном полете и пусть наши бизнесмены конкурируют. Такие маргинальные люди, как я, говорили, что, ну, как бы, согласен, конкуренция, хорошо, а баланс, ну, а торговый баланс, который девальвирует гривну, это не важно. Ну, что значит, не важно? У нас есть сфера услуг и у нас есть зарубичаны, а у нас сейчас ни сфера услуг, ни зарубичан, ну, объективно, да, то есть мы, у нас нет уже сейчас такой статьи, которая была раньше и звучала, она там, 13 миллиардов или 15 миллиардов зарубичаны продают в Украину. Они передают что-то, что-то, ну, действительно, да, но гораздо меньше, непропорционально количеству людей, которые уехали отсюда. И мы действительно в части бытового потребления, ну, ну, до хрена, а насколько зависим от импорта? Мне даже сложно тебе, ну, топливо, вот топливо, да, тоже нормальная статья, импорт. Это реально очевидные вещи относительно топлива, относительно там еще никаких вот товаров, которые мы привыкли каждый день использовать или услуг, вот, а это все не без импорта. Понимаешь, вот, все оно вроде как да, и все оно вроде как правильно, и даже имеет какую-то логику, и можно попытаться это объяснить. Это пример твой с Турцией, он не совсем все так регулируется, сейчас объясню, почему, потому что налоговое, налоговое обременение по некоторым группам товаров в Турции, такие как телефоны, автомобили, некоторые импорт одежды и так далее, и тому подобное, почему у них такая цена на полках, оно связано с тем, чтобы заставить людей покупать турецкое, но не всегда это турецкое, что покупается, произведено в Турции, а просто оно привезено государством, они борются с людьми, которые привозят телефоны условно мимо государства, вот таким интересным, дивным образом, помогают они этому, потому что, если ты привезешь телефон, он тебе через 90 дней превратится в кирпич, и ты не установишь туда ни единую сим-карту турецкую, то есть они говорят тебе, иди и купи себе такой же айфон и заплати в государство пошлину, если, если вдруг господин Марченко или кто-то еще там, когда он говорит о будущих налогах, попробует провернуть такой же финт ушами в Украине, это вопрос комплексный, это вопрос больших комплексов у человека, если он такое сделает. И у него вообще проблем нет. Я понимаю, просто дело в том, что это будет прямо противоречить, во-первых, его словам о том, чтобы ограничить потребление, это будет наоборот говорить о том, что нужен всплеск потребления, потому что часть гаджетов превратятся в кирпичи, идите и купите, новое, это будет противоречить. Не-не-не, это по старым, по старым амнистиям будет, тут вопросов не будет, те свежезарегистрированные мои в сети, это по ним будет вопрос. Так это все равно будет вызывать какой-то всплеск траты денег непосредственно. Не-не-не, Вась, смотри, то, что всплески будут, разные всплески, это несомненно. Он же говорит о 25-м году. То есть он говорит, он говорит. Я даже не про это сейчас. Я про то, что вот обычный украинец читает сегодня новости, где написано следующее. Чиновник объяснил, что для него, как для министра финансов, для него, как для министра финансов, лучше, когда девальвируют гривна, и в стране большая инфляция, поскольку балансы лучше сходятся. С точки зрения экономических интересов и перспектив будущего, это нормальная, правильная и логическая политика. А с точки зрения нынешних интересов граждан, конечно, курс стабильной и высокой покупательной способности, это дорогие иномарки. Говорит об этом Маршин. И это 31 миллиард долларов торгового дефицита за 10 месяцев. Ты понимаешь, вот с точки зрения финансиста и министра финансов, у которого, в принципе, из задач стоит удерживать каким-то образом экономику, чтобы балансы у него сводились, то есть, такой главный бухгалтер страны. Вот с его точки зрения это все логично. А с точки зрения учителя, который получает хуй от комара вместо зарплаты, с точки зрения других профессий, которые получают капельку меньше, чем министр финансов, а они есть такие в Украине, если не знает Марченко, что не все получают такую зарплату, как он, то для них девальвация гривны и большая инфляция, оно как бы ни благо ни разу. Вот ни разу ни благо. Я уже не первый раз, и это не только с Марченко такая история, просто сейчас это максимально обостренная ситуация. Замечаю, что чиновники, которые работают где-то в нацбанке, они там выходят и часть мозга, которая вот отвечает за какую-то сдержанность понимания, чем живут люди, они сдают в какое-то хранилище. Понимаешь, вот там вот в нацбанке. И оно там лежит, пока они работают чиновником. Потом, когда они оттуда выходят, они его обратно одевают и начинают уже рассказывать о том, как неправильно следующие люди после них руководят нацбанком с точки зрения заботы о гражданах. Но в момент нет. ну попробуй, я хочу реально посмотреть на какие-нибудь объяснения, чтобы украинцу объяснили, что вот если ты будешь платить за колбаску, хлебушек, мяско и лекарства в три раза дороже, это хорошо. А вот если вот так вот как сейчас, а не дай бог дешевле, это очень плохо. ну объясните, господин маршер. я так и объясняю, граждане, запрос на военные рельсы есть? есть. Значит, никаких благов, ну, на военных рельсах стоит вся страна. Ну так не бывает, типа, что вот тут рельсы, а вот тут рельс нет. Поэтому о благах во время войны мы не говорим. Мы говорим об самоограничении, мы говорим о том, что нам создаются условия, при которых оттуда не дают, мы держать не можем, зарплаты военным платить надо, поэтому вы же забываете, граждане, что тот концепт, который мы давно забыли, что расходы государства несет, несут ее граждане, ну, его граждане. А доход государства не от граждан? Нет, так в том-то идее, расходы государства это расходы граждан, да, чтобы сформировать расходы, надо взять доходы. Доходы где? Ну, в подданных. Концепция абсолютно логична, поэтому, если у нас нет денег извне, для того, чтобы что-то реализовывать, у нас негде взять в другом месте, кроме как с вас, поэтому мы берем, как я, как министр финансов, беру и говорю честно, что для меня низкая гривна это зашибись, потому что мне приносят платежку с другого министерства, говорят, заплати, а у меня доходы приходят, с таможенных платежей по импортным товарам, и чем ниже гривна, тем больше эти доходы, и тогда я выйду и скажу, слушайте, номинальные доходы возросли в сравнении с прогнозируемым периодом на 15%, мы рассчитались по всем расходам, по старым ценам, по старым ценам, даже может быть, где-то и правильно, если говорить как экономист и математик, но с точки зрения осознания реальности у граждан складывается впечатление, что он вообще не отстреливает, что происходит у обычного человека в кармане и в холодильнике, ну, то есть, а министр финансов как минимум должен это понимать, потому что... Я не согласен. Я тебе объясню, почему. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не согласен. Я тебе просто... Вот смотри, вот мы же с тобой в ролях играем, да? Ты как бы объясняешь, ты как адвокат дьявола. В зеленом цвете на секундочку, да? А я пытаюсь сейчас с точки зрения обычного человека подойти к этой новости. И мне пытаются надеть на голову следующую информацию о том, что до хера покупаете телефонов и автомобилей, поэтому нужно в идеале, чтобы гривна обесценилась, все стоило дороже. Да. И ты такой сидишь и говоришь, а я же не покупал дорогие телефоны и автомобили. Типа, почему... Ты не покупал. Ты в футболке чьей сидишь? Как тебе скажут. Китайской. А что ты в Китае за валюту купил? А потому что у нас дороже. Не, потому что у нас еще нет. Подожди, через пять несколько лет будет. Походи в ней. Тебе вообще погода, тебе по воздуху по прожиточному минимуму пропиться на сколько на пальтое? Десять лет. От пакетов отказались, можно снизу так прорезать вот в пакете и по бокам надеть ребенка и отправить в школу. И дождь не будет на него капать, чтобы не промокал ребенок. Подожди, тебя возмущает, тебя возмущает, что люди ездят на иномарках, а не на дроны тратят деньги. Возмущает. Ты же возмущаешься в соцсетях. Или не ты? И никто это там обмечает. Ты? Не-не, возмущаешься. Слушай, ну я же в роли адвоката дьявола. Хорошо. А ты в роли вот возмущаешься, возмущаешься. К ним справедливость применена? Применена. Все. Типа тоже дорого будут платить, возить не будут. Будут за то же ламборгини платить не 300 тысяч, а 900. Так и хрен не хватит за свою ламборгинику. А ты ж на себя посмотри, ты ж тоже буржуй на локальном уровне. Кресла у тебя, прости меня, не деревянные, мог бы и на полене посидеть. Согласен. Мягкая копия. Да, вот, камера работает, работает. Кушаешь импортное, что ты курицу не покупаешь, а свинину покупаешь импортное? Лосося ты захотел? А он же портится, лосося вообще на месте с Атланта. Кремлю не идут, электричество трачу, а не на костре. Это война. Да. Носки одеваю с резиночкой. И тут, и тут с точки... Понимаешь, они, они, нет, так в этом и можно, в каждом просто свой уровень импортного потребления. Давай так вот упростим. То есть, кто-то потребляет ламборгини, кто-то потребляет, грубо говоря, карандаши. Суть, суть примерно одна и та же. Ну, то есть, с точки зрения платежного баланса, который ему сводить при отсутствии валюты, да, ему плевать, короче, что заезжает. Ламборгини одна или, грубо говоря, памперсов на миллион долларов. Плевать. Я с тобой согласен, Андрей. Ну, нюанс заключается в чем? Человек-министр финансов хочет, чтобы у него было больше финансов. Правильно? В страны были финансы, чтобы оплатить счета других министерств. Да. Да. Но его действия сейчас подразумевает больше забирать денег у людей, которых их немного больше. Ну, то есть, в перспективе налоговое новое обложение, о чем он говорит. А появляться больше денег у людей откуда? Ну, то есть, давай я тебе нарисую, вот как бы я принял этот факт. Неоткуда. Неоткуда. Погоди. Я тебе нарисую ситуацию, в которой для меня это все было бы нормально. То есть, например, выходит человек такой с большой головой министр финансов. Большая голова, потому что много цифр, у него умная очень. Плошать. И он говорит, ребята, у нас есть проблема. Мы слишком до хера привозим импорта. Ну, слишком до хера. Из-за этого, как бы, есть то-то, то-то, и экономически там объясняет этот процесс. Говорит, среди таких позиций, он не упоминал бы, например, дорогие телефоны и автомобили, потому что других нет, например, автомобилей, мы не можем на украинские перейти, потому что их нет. Ну, физически нет и все. Вот. И он сказал бы, например, смотрите, мы завозим там, сейчас просто пальцем в небо, не принимайте эти позиции, наверное, слишком много свинины из Аргентины. Ну, слишком много, ну, просто катастрофа. Деньги уходят в Аргентину, поэтому мы сейчас поднимаем цену на свинину, стимулируя параллельно производство внутреннее, для того, чтобы к 25-му году перейти на внутреннюю свинину. Поэтому сейчас вы будете платить, условно, там, за нашу чуть дороже, импорт мы прикрутим, а наше производство разрастется там через год-полтора и цены стабилизируются. Это в том случае, это в том случае, короче, все то, о чем ты говоришь, это называется стратегия. Да? Стратегия, при которой сегодня прикрутили, за два года, ну, грубо говоря, нарастили, а потом сбалансировались, потому что часть того, что нарастили, еще пошла на экспорт и так дальше, вот оно все работает. А когда у тебя стратегии нет, а ты мыслишь категории 22-го года нам будут давать много и безграничных, а в следующем году, я напомню, это же тоже слова еще не просто так появляются, что надо решить вопрос с реструктуризацией, заморозкой или погашением внешних заимствований. То есть, это еще одна расходная часть, которая вымывает валюту из страны. То есть, мы тут с тобой типа там на котлетах и машинах остановились, а кредиты финансовых учреждений и предприятий, а долги государства. А вот теперь... Вот этот момент платить по счетам, он так мягко подбирается к нам. И у тебя помощь, от которой ты ждал, или нам тут все простят, это же... Он заложник, не то, что он заложник, но... общественное мнение является производной от ложных установок, которые были спроецированы в этом обществе. Нам все простят. Все спишь. Конфискуем русские деньги, все закроем. Друзья мои, прервемся буквально на несколько секунд для важного объявления. Дело в том, что во время своих видео мы очень часто просим вас, чтобы вы поставили лайк, сделали репост этого видео, а также написали комментарий в поддержку. Мы это делаем не просто так и не потому, что мы тщеславные. Алгоритмы социальной сети и в том числе площадки YouTube настроены таким образом, что чем больше будет реакции от вас, тем больше видео будет продвигаться органически. У нас нет никаких спонсоров, у нас нет никакой поддержки, все исключительно благодаря вашему, вашему вниманию. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, поставьте видео лайк, напишите комментарий, сделайте репост, поддержите наш канал, в том числе оформив платную подписку. Несколько долларов в месяц не являются большими деньгами, а для нашего канала это даст стимул развиваться и понимать, что наш труд действительно ценит. Кому понравилось наше видео, внизу есть реквизиты Приватбанк, Монобанк и любые. Мы будем благодарны и будем выходить чаще и лучше. Возвращаемся к видео. Деньги будет до хрена. Вот время идет, тезисы не меняются, а время платить по счетам подходит. И он лепит. Он не то, что лепит, он не может обещать лучшую жизнь, потому что это не его задача. Это вот туда, те, кто избирается, вот они вам будут обещать лучшую жизнь. Мне баланс свести, вы же ко мне придете бюджет сводить, а у меня, у него на следующий год сейчас еще дырка в тридцатку. Взрослых денег, не гривен, а взрослых. Соответственно, рад. Второе, он понимает, он же шевчается с МВР, с кредиторами, то, что еще не публично, он понимает их позицию на, допустим, 25-й год. Они скажут, пацаны, конечно, поддержка, все дела, но войну надо зажимать, экономику оживлять и постепенно возвращаться на финансовый рынок, все дела, чтобы вы могли там заимствовать, там закрывать и так дальше. Ну, все где-то подождите, что такое, какие заимствования, а у нас какая экономика деньги зарабатывать будет, если надо будет это все обратно отдавать, ой-ой-ой. И эти вбросы, которые есть, ну, то есть, они же, он берет на себя ту функцию взрослого диалога, который должен брать политик с рейтингом. А этот диалог, это диалог, к которому общество не готово. Оно изменит в общество ощущение действительности. Общество скажет, ну, то есть, обычный будет социальный протест и возмущение, типа, там буржуист наворовали, а вы теперь за наш счет хотите, грубо говоря, дырки свои позакрывать. Типичное человеческое скоряк. А где народ в этом, ну, не абсолютно, но где нет рационального зерна в этом утверждении? Ну, как тебе правильно сказать? Рационального зерна нет в том, чем народ впитался все это время. Вот в этом рационального зерна нет. То есть, все установки жизненные, они ложные. А сложными жизненными установками сложно общаться. Ну, то есть, мы можем сказать, следующий тезис. Нет, так они не появятся. Поэтому возмущение оно все равно будет. У меня вряд ли появится возможность задать вопросы министру. Ну, вряд ли. У меня тоже. А, я его в магазине могу увидеть. Я его видел. Я, правда, в тот магазин не ехал. Сейчас человек похвастался, что он ходит в один магазин с министрами. Нет, он просто ходит в магазин с обычными людьми. А? Да, ну ладно. Сейчас сам корзинку носит. Да, кстати. Ну, я просто почему-то так посмеялся. Я знаю, кто не носит сам корзинку даже в магазине. Ну, ладно. Суть в другом. С точки зрения логики сейчас министра, мы очень упрощаем и многие нюансы сейчас не учитываем, когда я говорю. Дешевая гривна для него выгодна, как мы уже с тобой разобрали, да, 10 минут назад. А гривна все равно девальвирует. что для него, что без него. Это понятно. Да, я просто хочу вот понять. Для него это выгодно, потому что он там хорошо расплачивается. Он там 2 доллара продал и получил за это там не 50 гривен, да, сейчас, а 150 условно. Для него, конечно, это выгодно. Не заплатился на зарплату. Скажи мне, пожалуйста, каждый год Украина платит по долгам, которые ты только что упоминал, правильно? Проценты. Сейчас не платят. я понимаю, мы платим в гривне потенциально? Нет. Нет, в валюте. Конечно. То есть, а сможет министр наш объяснить, почему для него дешевая гривна выгодна, когда ему надо будет долги отдавать в валюте? Краткосрочную, да. легко у Стэнка на выходных. Ну, то есть, в любом случае, этот механизм рано или поздно, ну, вернее, не механизм, такая тенденция, рано или поздно приводит к дефолту. Ну, то есть, это понятно. Но мы пока не говорим о дефолте, это не наш случай. Мы говорим о короткой перспективе. В короткой перспективе, ну, допустим, у Стэнка говорит, если у нас денег партнеры не дают, да, мы что сделаем? Мы будем заимствовать на внутреннем рынке. У кого? В НБУ, у банка. Банки плюс еще налоговый обложили, ну, у них так или иначе, там можно миллиардов 200 еще вытрусить, даже без потери вообще никакой. Никаких проблем с ними не будет в балансе. Погашать ценные бумаги в ВДП, как будет Министерство финансов? В гривне. Правильно? Правильно. Соответственно, гривну брать откуда? С налоговых поступлений, либо с рынка. Соответственно, если ты одолжился в гривне, учетную ставку НБУ там снизили до 15%, ну, текущий, там, да, 15%, соответственно, процент чуть-чуть снизился. Во время девальвации, соответственно, инфляции, этот процент немножко растет, немножко растет, но ты же уже, грубо говоря, налоговые поступления получаешь учетом инфляции, которая произошла. И для тебя в твердой валюте, грубо говоря, это обслуживание выйдет дешевле, ну, закрытие внутренних долгов. В случае, если гривна девальвирует, тот период, когда ты будешь это закрывать. Когда мы говорим о внешнем долге, внешний долг в 22-23 году у нас перед международными финансовыми учреждениями и странами большой семерки заморожен. Плюс частные удержатели наших долговых бумаг тоже, скажем, осрочили на два года, до следующего года выпут. Единственное, перед кем мы платим, это МВФ. И сейчас процентная ставка в МВФ по кредитам, которые нам предоставляют, эффективная процентная ставка, если я не ошибаюсь, около 8% годовых. 8%. Ни хрена не дешево, мы так на внешнем рынке до войны одалживали под 7-8%. Ну, сейчас высокие ставки по миру, соответственно, ставка МВФ, она высокая из-за того, что ЕЦБ, ну, Европейский Центробанк высокую ставку держит и американская ФРС держит. Соответственно, у них базовая, плюс премия, плюс риски, плюс выход за границу на пропонсирование. Так вот мы на восьмерку выходим. Вот то, что будет когда-то потом, когда-то потом. Это будет потом, да? Это будет потом. Как Минфин, где Минфин берет валюту, да? Он либо одалживает валюту на рынке, либо он покупает валюту в НБУ. Да, ну, типа, в НБУ есть резервы, и, соответственно, на этих резервах можно, Минфин может купить ее на межбанке. Он покупает ее все равно за гривну. У него же налоговое поступление в гривну. И для погашения он аккумулирует определенную сумму в валюте. И потом эта валюта, ну, соответственно, идет на погашение. То есть, ну, девальвация гривны, она закрывает, она снижает для тебя долговую нагрузку по облигациям внутреннего государственного займа. Девальвация, ну, то есть, ты одолжил на полтора триллиона гривен внутри по курсу 37. А погашаешь ты, грубо говоря, по курсу, уже когда он там 42 или 45. Под эти 45 у тебя формируется, ну, под эти 45 у тебя уже отчасти проиндексирована заработная плата, с которой налогоблажение происходит. У тебя проиндексированы таможенные пошлины, НДС, цены в магазинах и так дальше и тому подобное. У тебя гривневая масса в бюджете. А долг все равно в гривне. Понимаешь? Ну, то есть, товаров-то люди больше не купили, да, а денег получил больше. Ну, потому что товары стоят больше. Поэтому закрыть внутреннюю долговую нагрузку, типа, девальвация помогает в краткосрочной перспективе, но девальвация тянет за собой инфляцию. Соответственно, когда ты, ну, это же круг государства движется с долгами по кругу. Типа, тут погасили, тут выиграли, значит, надо срочно выйти заимствовать опять, они же заимствуют каждую неделю аукционы по средам, или по вторникам. Ну, и, соответственно, у тебя инфляция подрастает, значит, Центробанк делает что? Лупит инфляцию, ну, не инфляцию, а учетную ставку в 20. И у тебя уже кредит, ну, или долг под процент по ВДП, который ты вот только что погасил и вроде выиграл, следующий, который ты будешь погашать, можно сыграть и в минус. Ну, то есть, ну, потому что ты уже одолжил по 20, соответственно, а вдруг гривна укрепится через два года, когда тебе вот эти долги по 20% надо закрывать. И тогда у тебя уже ставка будет другая. То есть, ну, тут не существует такого, ну, она циклическая, эта вся схема, и на короткий период она может ему помочь. На короткий период. Но я когда говорю, что это комплексная ситуация, она связана не только с девальвацией, она связана с ограничением предложения товаров. То есть, ну, это можно сделать и иначе. Можно не согласовывать импортные контракты. Можно сказать, что смотрите, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, это нам не надо. Но с другой стороны, ну, и от этого можно отказаться. Положится часть бизнеса. Это тоже надо понимать. Ну, потому что кто-то занимается торговлей устрицами, кто-то занимается торговлей тканями. Зачем, нет, ткани нам нахрен не нужны. Ну, типа, ляжет, допустим, ну, производство мебели, ну, где обтягивают ткани. Либо производство, ну, легкая промышленность, производство одежды. Ну, потому что сырья нет дешевого. Ну, то есть, это все, ну, сложные, многокомпонентные элементы, да, с которыми можно работать. Можно работать. С ними, их можно пытаться регулировать. Можно создавать условия, при которых, ну, производство внутри страны имеет преимущественно товарами привезенными, однотипными, да, ну, это уже будет работа с таможенными пошлинами, ну, высокого уровня, низкого уровня, и нам скажут, вы правила сот нарушаете, мы, к сожалению, война возвращает нас в критическое положение, без которого, там, какое-то развитие государства или развитие отдельных отраслей промышленности, оно невозможно, и нам все равно придется делать тот шаг, который мы не хотели делать в мирное время. Как было депутату с голоса объяснить, что идиот, да, ну, или идиотка, там разные просто, они разнополые, надо голосовать за законопроект, да, который, допустим, ну, касается протекционизма. Почему? Да потому что в том мире, в котором легкая промышленность существует в Турции уже там 30, 40 или 50 лет, ты по себестоимости никогда не сможешь конкурировать в свободном рынке. Ну, а свое мы успешно просрали, типа, да, в силу разных. Носки белорусские завозить в Житомире перестали производить, понимаешь? Даже носки. Ну, и, собственно говоря, и другие. Это же мы говорим о простых вещах, а есть уж сложные вещи. И так, чтобы это поднять, и где-то кто-то не пострадал, ну, так не бывает, ну, оно не получится так. И, к сожалению, это можно, конечно, долго сейчас насуждать. Мы, собственно, это и делаем. Да, я тебе перебью одним моментом. Нельзя, конечно, что-то сделать, чтобы кто-то не пострадал. Но какого-то хрена одни покупают дорогие автомобили, а страдает все время не он. а страдает тот, кто не покупает дорогие автомобили. Вот в чем дело. Кто нашел чипси? Равенство людей это миф. Ну, по-моему, взрослые люди об этом прекрасно знают. Пускай туда выйдет, скажем. Все, кто не богат, вам пиндик. Иногда можно это сказать, люди все равно не поверят, потому что с другого ящика скажут, все хорошо. Значит, чтобы что-то понять, придется когда-то это ощутить. Я хочу вот сейчас, чтобы наша аудитория каким-то образом оценила эти моменты и подумала, причем наша аудитория вменяемых людей, которые... Да-да, я уже слышу, меня оценивают, понимаешь? Да, вменяемых людей, которые хочут оценить эти моменты. Мне интересно, как они относятся к таким инициативам нашего министерства. Ну, вернее, это еще не то, чтобы инициатива, я так понимаю, это подготовительное мероприятие для того, чтобы для вас потом это не было неожиданностью. Потом скажут, ну, мы же как бы говорили. Мы же как бы вот. Все ли понимают эту информацию правильно? Я думаю, что... Я думаю, что не все... Вот честно признайтесь себе, вот вы, читая ленту новостей, вообще обратили внимание на эту новость, а она во многом определяющая с точки зрения вас благополучия на 25-й и конец 24-го года. То есть тодиколы прозвучить фраза нам же ж наказали. Нет. Если вы... Зато все обратят внимание на новую публикацию кого-нибудь в фейсбуке, которая кого-нибудь назвала злом. это вообще... Так. Рада. Или памятник какой-то куда-то вывезли. Очередной. Вот это крайне важно. Не понимание того, как мы с этими финансами будем сводиться. Ну ладно, давай посмотрим, будем наблюдать за данной ситуацией и перейдем еще к одной теме, которую мы хотели сегодня задеть. Немножечко с тобой ускоримся в этом плане. Это рейтинги. Рейтинги. Потому что Квиз опросил людей. Я так понимаю. Люди ответили. И у нас есть очень интересные цифры в сравнении 21, 22 и 23 года о том, как народ кому доверяет. У нас государство. И я сейчас не буду читать средний показатель. Здесь такая лента. То есть есть доверяем, трудно сказать, не доверяем. Я сейчас по интересующим меня моментам я пробегусь скажем так быстро. То есть президенту Украины доверяет сегодня 62% людей оброшенных. 18% не доверяет. Это вроде бы как хороший показатель, потому что в 21 году доверяло всего 27%, а не доверяло 61%. Сейчас грубо говоря поменялась эта картина. То есть но есть один нюанс. В прошлом году доверяло 84%, а сегодня 62%. То есть это все-таки показатель по чуть-чуть падает. А Верховная Рада Украины замечательный орган, которому в нынешнем году доверяет всего 15% населения. 61% не доверяет. А в 21 году вообще 11% доверял. Представляешь, есть какие-то 4%, которые воздушевились с работы Верховной Рады за последнее время. А в 22 году, когда началась война, все-таки у них подскочил до небывалого 35% рейтинг доверия. Пугает в этом всем то, что у нас в Верховной Раде никогда не доверяло больше 50% людей. Тут нет 19 года. Я имею в виду за эти три года. Даже половина населения никогда у них не было. Они посыпались после первых полгода работы в Верховной Принтер. Удивляет меня правительство Украины, которому доверяло 14% в 21 году, 14% не доверяло 60%, а сейчас стало 26%. Хотя в прошлом году показатели были лучшие у власти, в том числе и до 52%. Сейчас 26%. Мне кажется, что эти заявления Марчин, которые мы с тобой говорили, эти 26% могут превратить обратно в 14%. Но очень легко. Беспрецедентное доверие остается у нас, конечно, у главнокомандующего Залужного. Нет показателей по 21-му, естественно, по 22-му почему-то году. Но в 23-м году ему доверяют 88%, всего лишь 4% не доверяют. это тоже запредельный показатель. Удивительно. Вооруженным силам Украины доверять 96% даже оговаривать не будем. Этот процент точно такой же, как и в 22-м году. Доверие армии. СБУ 58% доверия, что, мне кажется, немало. И национальная полиция, у которой 41%. В прошлом году было, кстати, 58%. Это интересно. Упало доверие к церкви. Упало доверие к церкви. В 21-м году это было 51%, потом в 22-м 44%, сейчас 38%. Связано ли это, например, с некоторыми действиями власти на церковном фронте? Я подозреваю, что каким-то образом это связано. Это с другой стороны. вычленяя некоторых представителей определенных церквей, доверие наоборот должно повыситься, они же очищаются. Оно почему-то упало. Я думаю, что по церкви это скорее вопрос отношения к Богу. Согласен с тобой. К волонтерам у волонтеров все хорошо, по-прежнему 84%. И вот для меня, например, очень интересный момент. Доверие к украинским средствам массовой информации. В 21 году доверие было, скажем так, неактивно. Третье. 32% украинцев доверяло, 39% не доверяло, 28% не определялись. В 22 году был просто небывалый пик. Понятно, почему. Источник информации единственный, война и тому подобное был 57%. А сейчас 22%. Но это декабрь. Вальс, ты еще учти, это декабрь. Это уже не первый месяц войны, еще высоко держался, кстати. Да, 57% был рейтинг доверия, 400% доверяли. Сегодня 29%. Скажем так, мягко говоря, это плохие показатели для средств массовой информации. Это плохие показатели для людей, которые курируют средства массовой информации со стороны власти, для тех, кто занимается пропагандой, для тех, кто занимается не знаю, там, устраивая единой линии информационной в государстве. И это наталкивает на то, что если вы не можете построить, грубо говоря, коммуникацию внутри государства, то каким же образом тогда строится эта коммуникация за пределами этого государства. То есть мы хотим повлиять на мнение чиновников, людей за границей, а не можем повлиять на мнение людей внутри страны. Как ты видишь, это все. Можно провести параллель с уровнем доверия к СМИ. Это уже источник информации о событиях и действиях органов государственной власти. Да. Получается и СМИ. они, соответственно, смотрят, доверяют, верят тому, что показывают, ощущают, что может действительность действительно такая, как сказали только что по телевизору. Соответственно, доверяют СМИ, доверяют органам власти, о которых рассказывают, и все по очереди. Президент, Верховный Совет, Кабинет Министров и так дальше. Вот тут логика есть. 22-й год демонстрирует, что у всех все выше 50. Ну, плюс-минус. Какого-то правительства даже, по-моему, выше 50. Да, 52% правительства было. Вообще не бывало. Исторический рекорд. Такого даже Владимир Борисович Гройсман вспомнить не может, а он-то мощный, кстати, человек. Сынаедые годы. Да-да-да-да-да. Смотри, сейчас он прихорешивается. Он метросексуальчик. Да-да, мне импонирует. Я вообще на политиках прошлого смотрю, думаю, господи, да вот так на вас как бы с высоты времени посмотришь, охренительные люди были, понимаешь? Вас хоть люди узнавали, хоть как-то. Но возвращаемся к событиям действительности сегодня, декабрь 23-го года. Информационный нарратив не работает. Информационные месседжи отвергаются обществу, что и демонстрирует отношение к средствам массовой информации. А, соответственно, если отвергаются, ощущается, что тот, кто их вербализирует, это не ведущий, а тот, кто продуцирует новость. То есть субъект властных полномочий. И ушли вниз. И это же вопрос соотношения. Всегда вопрос доверия это вопрос соотношения информации, которую ты знаешь или которую тебе осветили с тем бытом или с той действительностью, с которой ты сталкиваешься. Что можно сделать? Что же вариант простой? Подумать. Не наш вариант. Сложный, неподходящий, тяжелый. Это как разъяснить тезисы Марченко чуть иначе. И в другом формате, в серьезном диалоге. Так не работает. Это как Лещенко дать осветить вопросы прослушки. Вопросы прослушки от Януковича остались. Он вообще не эволюционировал с точки зрения 2013 года. Вот в его тезисе с 2013 года. Да, да, да. Не эволюционировал с точки зрения субъекта, кто виновен. Знаешь, люстрация, кастрация и все остальное по переднике. Прослушки по переднике. Пластинка как заела. То, что десятилетие прошло, сути не поменяло. Можно подумать. Не наш метод. Мягкая сила тоже не наш метод. А вот радикально и жестко это наш метод. Ужесточить. Вот как говорит Данилов. Знаешь, из ниоткуда ничто не берется. Все имеет свои истоки, развитие и потом коллапсирует. Надо телеграм запретить. Вот это вся херня. Непонятные неавторские каналы, неверифицированная информация запретить. Вот эти все кто работает на Кремль непосредственно или полезные дураки Кремля, которые распространяют нарративы критического характера. И их запретить. Не просто запретить. Каналы закрыть, хотя YouTube уже сейчас так не работает. Чертов два будет по письму закрывать. А вот правоохранительная система уже можно работать через правоохранителя. Можно. Можно работать через НАЦРАДу. Кому-то лицензию не одобрять, кому-то не выдавать, кого-то проверять. можно сделать? Рада говорить, можно. Знаю два канала, которые в очереди стоят, а им говорят, типа, так а нахрен вам лицензия, если вы все равно марафон будете транслировать? А вы нам дайте. И так транслируйте. На ваших частотах все равно марафон. Два канала свежих, новых. Очень дорогой YouTube создали. Очень, очень дорогой. можно работать через, ну, скажем, проведение оперативно-развестных мероприятий. Ну, разного характера. Пришел с обыском, вышел с выемкой, послал сигнал. И вот это скорее наш метод. Но тут есть, опять же, скажем, когда зрители на определенных каналах, ну, то есть ты человеку, ну, как бы, оно тебе кажется, что это эффективно. Потому что ты зажжал, все испугались, все эффективно. И тут ты смотришь ту ошибку, которую ты допустил ранее. А эта ошибка, которую ты допустил ранее, это внедрение в информационное пространство субъектов, которые не зависят от твоих правоохранительных органов. Люди, которые находятся вне страны. Да, то есть ты запускаю разных иностранных экспертов, мнение которых, пиздец, как важно. Иностранных хороших русских, мнение которых очень важно. Очень важно. Ты же на самом деле приучил свою аудиторию тем людям, которые не тут. А им поменять свою позицию. Это как Фейгину полюбить Арестовича, а потом его разлюбить. Вот так. А потом полюбить Владимира Александровича или органы власти. Или сказать, боже, как я был слеп столько времени. Я прозрел. И сказать, ой, а все на самом деле уже иначе. И погнали. Или ты отправляешь людей в YouTube пространство, даже на ту часть нашей аудитории, наших спикеров, гостей, которые тоже находятся за границей. И ты не проконтролируешь всех. Ну, то есть, мягкая сила работает лучше, переубеждение работает лучше. Не скажу, что я общаюсь в прошлом году с определенными людьми, не говорил о том, что нельзя кенцелить или купировать разные источники информации. Наоборот, надо этим пользоваться. То есть, если у человека есть аудитория, этим человеком можно работать кутем убеждений. Хорошо, смотри, давай коротко сделаем такой быстрый пробег по этой всей информации. Со средствами массовой информации можно сказать, что у нас такие показатели это результат неправильной информационной политики. Ну, то есть, ошибки, которые были. Можем так утверждать? Можем допустить, что она не адаптируется. Можно подумать? Лучше можно все согласны. Падающий показатель церкви. Я думаю, что это вопрос трагедии, боли, которые переживаются продолжительный период времени, плюс на это наслаивается информационный фон, который связан с уголовными производствами. Ну, и дальше он ставит под вопрос вообще а существует ли? Примерно так. То есть, вот где-то вот такое отношение отражает. Я бы скорее спрашивал не столько церковь, как институция, потому что, что такое церковь? Это целая совокупность религиозных организаций. Вы спросите, верит ли человек в Бога? Да, вы спросите, верит ли человек в Бога? И вот тогда, собственно говоря, вы поймете, доверяет он Богу или не доверяет. А так, а какой церкви? Ну, я не знаю, какой вы спрашиваете. ПЦУ, УПЦ, католики, греко-католики, не знаю, свидетель Иеговы, братство какого-то полумесяца, ну, о ком бы? Братство полумесяца интересно. Ну, я так, ну, а мусульмане, ну, ничего. Хорошо. Растущий рейтинг, ну, неплохой достаточно, выше 50, это 58, значит, процентов доверия к СБУ. И падающий рейтинг доверия к национальной полиции. Силовики? Ну, СБУ... Ну, полиции падает, ну, хотя все равно продолжает быть высоким, 41%, но было 58. У СБУ чуть-чуть опускается, 63 до 58, но все равно очень высокий. и динамика будет отрицательной. Почему? Ну, СБУ все равно видит, понимаешь, как, СБУ это как вооруженные силы в нашей стране, олицетворяются или имеют непосредственное отношение к силам обороны. То есть, воюют. У нацполиции этого сказать нельзя. Ну, то есть, СБУ выявляет шпионов, ДРГшников, проводит спецоперации, взрывает мост, эти катера малюка и так дальше. И человек ассоциирует это учреждение с боевыми действиями и с, скажем, обороной страны. Во нацполиции вот такого ассоциативного ряда у человека выстроенного нет. Ну, нет. Даже вот эти спецподразделения, которые образовывались на базе нацполиции или в структуре Министерства внутренних дел, ну и плюс там есть спецподразделения КОРД, которые тоже сейчас работают непосредственно на поле боя, плюс там эти подразделения люти, еще какая-то медийная презентация участия сотрудников нацполиции в войне с точки зрения людей нет. А вот все остальное преступность, которая существует на улицах, она есть. Ну и она аж как бы не добавляет репутационных баллов. Ну, поэтому как бы нацполиции роста не было. Проблемов не, ну как роста не было. Ну так. 30% в 21-м, 58% в 22-м и 41-м сейчас. У них базовый 30 плюс прирост типа был 28 на фоне когда доверяли всему государственному. Да, то есть, ну, по такой логике у нас Кабмина тоже с 14-ти до 52-х у него утроился. У нас полиция удвоился рейтинг, а в Кабмина утроился. Потому что молодец. сейчас тот же смысл. Нечем парировать, да? Нечем парировать. Даже пытаться не буду. Он логинт. С этим понятно. И вот что самое интересное. Рейтинг президента. Во-первых, я тебя хочу спросить. Посмотри в камеру сейчас. И скажи мне, пожалуйста, веришь ли ты первая в эти цифры? Могут быть хуже. Могут быть хуже, да? Смотрю в камеру. Верю, что могут быть хуже. Как ты считаешь потеря 22-х процентов с 22-го по 23-й год? Эта тенденция сохранится, эта тенденция сократится, то есть она сейчас на каком-то нижнем уровне. Ну мы опять-таки отталкиваемся от этой информации, 62-го процента. Что будет 24-й? Ну мы, знаешь, так, мы с тобой начали, вернее, основную часть почти посвятили котлетам из свинины импортной. И до этого несколько передач тоже фактором оценки и доверия к политикам в том числе, это ситуации на поле боя политической, внешнеполитической. И нигде мы особого оптимизма не могли осветить нашим зрителям. Значит, для того, чтобы остаться вот в этой преимущественной поддержке, президент должен изменить форму общения с обществом. признавая где-то свои ошибки, где-то разделяя ответственность с обществом и с политическими элитами, где-то принимая болезненные кадровые решения, где-то взросло отказываться от этих ультиматоров, которые он выписал себе, этих рамок, которые он загонял себя, и в риторике, и во всем. То есть проявлять гибкость. Более того, отказаться от той части идеологически-культурной повестки, которая отворачивает от него часть людей, которые ему всецело доверяли во время избирательной кампании. Дать четкий сигнал обществу, что мы тут не монокультурное государство строим, тут рады всех. Если он способен на это, и он это сделает, и мы это ощутим, то статистика за декабрь 2024 года она будет по крайней мере на этом уровне. Если ты меня спросишь, вдруг тебе интересно, способен ли он, он-то может быть и способен. Лично как физлицо, как человек с опытом трудовой, а вот команда не способна. То есть все те вокруг они не то, что не дадут этого сделать. Человек не семи пядей во лбу, ему надо определенные вещи подготовить, организовать, структурировать, проследить за их выполнением. И вот нет. поэтому я думаю, будет чуть-чуть снижаться. Ты сказал сейчас о проблемах с коммуникацией, завтра оказывается назначена в пресс-конференции. Вот там и оценим, насколько отношение к действительности изменилось. И понимание и рейтингов, и всего остального. Я не буду тебе задавать вопрос, как зададут на многих телеканалах. Как вы считаете, о чем будет говорить президент? Типа нет. Общее понимание, зачем сегодня эта пресс-конференция у тебя существует? воодушевить? понимаешь, как... Ну, смотри, у нас сейчас... Давай я тебе легче сделаю. Два варианта. Не потому, что я думаю, не уверен, что ты ответишь. Ну, давай, давай. Так будет интереснее, наверное, зрителям. Вариант номер один. И вы тоже, пожалуйста, в комментариях ответьте. Вариант номер один. это поднятие какого-то там духа, то есть воодушевить, как ты говоришь, вселить надежду, объяснить перспективы, какие-то более позитивные моменты, которые могут случиться. Второе. Объяснить, что бывают моменты, когда существуют неудачи, мы все равно будем сражаться, но давайте примем какую-то определенную действительность. Вот как ты второй вариант описал, что не бывают неудачи, но мы победим. Потому что он за нами правое дело. Но то есть все равно в первую сторону. Я не верю в формат пресс-конференции. Понимаешь, что я в этот формат, в котором присутствуют 7 журналистов с марафона, которые голодными глазами преданного щенка смотрят на президента и по инерции двух лет понимают, что их задача не поставит вопрос, который действительно интересен зрителям, а сымитировать вопрос интересен зрителям, но в то же время прогнуть позвоночник типа до уровня плюс-минус коленок. Я не верю в то, что этот формат может принести что-то содержательное. Я верю в формат интервью, скажем, достойного какого-то журналиста, собеседника, даже ладно, не журналиста, то есть это может быть и аналитик, потому что журналист все-таки тоже имеет определенную сковность профессии, как бы и не каждый журналист аналитик, даже как и не каждый аналитик является спикером, то есть это тоже надо понимать. Вот в этот формат, допустим, разговорной речи на полтора часа, но это не формат гордон Зеленский, но нормального взрослого диалога по структуре, по последовательности, когда ты отсекаешь вопросы, части ответов, где человек где-то оступился, что-то не то сказал, ты его подправляешь, такой формат общения я верю. А вот это блиц опросы, ну шо там у нас, як воно, а шо ж начи партнеры, а як же ж так, а вот це звучать голосы. Ну давай посмотрим, что будет. Не, так давай, мы точно с тобой посмотрим. Если я Путина смотрел 4 часа, то я и этого и президента нашего обязан просто посмотреть. Надеюсь, правда, не 4 часа. Ну, будем видеть. Ребят, можете написать что вы ждете на пресс-конференции. Ну и что ж, на этом мы, наверное, будем сегодня заканчивать, поэтому, друзья мои, кто досмотрел, я надеюсь, вам было очень интересно, так же, как и нам, мы сегодня немножечко прям в расширенном формате, мне кажется, по времени дали. Вот, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, поддержку, в любом случае, даже если вам очень не нравится то, что мы делаем, и вы все это время сидели и плевали в телевизор, протрите его, пожалуйста, с салфеточкой, вот, поставьте нам лайк, напишите, какие мы негодяи, то есть, у нас с этим замечательно справляются, как бы, люди оттуда, вот, они заходят и говорят, знаешь, я смотрела полтора часа, чтобы написать, вот, как я в вас разочарованно, я вот все думаю, это огромное количество комментариев, которые сыпятся, они очень похожи друг на друга, Андрей, это просто отдельное удовольствие у меня перечитывать это все, потому что, вот, сколько там, два, досмотрите до конца и разочаруйтесь еще больше, пожалуйста. Чем-то года прошло после того, как не выходим в экран телевидения, да, до этого, там еще за определенное количество времени, там, были метаморфозы, когда у канала пропала лицензия, то есть можно так в общем-то сказать, где-то три года назад были в эфире телевидения, но человек до сих пор помнит и был все три года очарован, до вот этого конкретного видео, где он разочаровался в нас полностью, вот, это же, я, знаешь, я широко чувствую ваше разочарование, а где было ваше очарование, когда вы нас всех любили? Где была ваша любовь, когда этого разочарования не было? Ряд россиян, которые находятся где-то за поребриком, которые по должности своей обязаны писать нам негативные комментарии, они не устают разочаровываться в нас. Мы пытаемся оправдать те ваши будущие разочарования. Ребят, подписывайтесь на канал Андрея, обязательно канал Легист, там тоже много интересного, подписывайтесь на наш канал, цель 100 тысяч новому году, она вполне реальна, если вы сделаете маленький клик, и кому вдруг понравилось, не стесняйтесь, поддерживайте нас по реквизитам, потому что выходим мы благодаря вашей поддержке, олигархи пока что усиленно нас игнорируют, как только олигархи перестанут нас игнорировать, мы будем записывать с Андреем интервью из кабриолетов, частных самолетов, на яхтах, показывать, как это все на самом деле плохо, ничего нет полезного в черной икре, сделаем это все в прямом эфире, конечно. И мое лицо наконец-то перестанет быть бледным. Да. Граждане и легархи, подумайте, подумайте, как это вот этого стоит. Вы аудитория, и вы очень крупные. Спасибо, мы оценим вас. Пока. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok